6 глава, 52-54 стихи. Иисус сказал, возврати меч твой вместо его, ибо все, взявшие меч мечом, погибнут. Или думают, что я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он представит мне более, нежели двенадцати легионов ангелов. Как же сбудутся писания, что так должно быть? Нет ни одного храма на земле христианскому, где бы не считалось вот это место. И кажется, нет ни одного сегодня, где бы не извращалось оно. Вот если мы будем поступать как нам хочется, а не как Господу, писание вообще не сбывается, оно не нужно. Двенадцать легионов ангелов, один легион минимум две тысячи, это когорта, а может десять тысяч. Я могу представить их, но занаряжено-то было уже от Бога заранее, Он что должен умереть, а как я тогда умру? Мы-то так, почему не рассуждаем? А вот на нас нападает тот-то, и обязан защищать. Ну хорошо, обязан защищать. Ну вот сейчас подошли, у тебя жена, здесь дети. Заходят двадцать вооруженных, все с автоматами, у тебя ничего нет. Ну расскажи, как ты будешь защищать? А они что над женой будут делать? Ну скажи конкретно, что ты будешь делать? А я брошусь, ну умно это будет. Я рассуждал тоже вначале. Какой Авраам был все-таки, видишь, как сказал, скажи-то моя сестра на цару, чтобы мне было хорошо. Ну и взяли ее в дом фараона, ну ладно уж Бог вступился, ему там народ заболел весь, защихали, закашляли, все, и отпустил он ее. А если бы нет? А зато он говорит, а что бы он должен сделать? Конкретно. Он ее спасти никак не мог, это фараонова власть. Ну подошли охранники, ну сто человек, хоть какой сильно ты, ты же ничего не сделаешь. Да ты против одного ничего не делаешь. И дальше он погиб. А так остался целый. Так а если же наша жена, в любом случае, уже фараон сказал, ее приведут ему только через твой труп. Ты этого хотел? А когда задумаешься о самом деле, перед кем героем-то себя показывать? Это уже от Бога назначено. И никуда нельзя не вывернуть ничего. Снова считаем. Все, взявшие меч, мечом погибнут. Не важно, за что ты, Родину защищать, ты взял меч. Это уже вопреки воле Божьей. Я-то в православии говорю, это я против всего исторического движения православия иду-то. Конечно, меня будут они давить и поносить все время. Ну, а что тогда будет? Я отвечаю, не знаем, что будет. А вот когда за меч брались, тут точно мы знаем, что ничего не получилось. Тысячелетия война шла, тысячелетия русский народ воевал. И где что есть? На размальных сидим на помойке. И что захватили республики, Прибалтику, нигде никого нет. Азербайджан, Таджикистан и Чечня это совершенно чужой народ-то. Он не может быть своим, потому что упустили моменты, когда можно было им проповедовать. В шесть столетий проморгали. Посмотрим, что Слово Божие говорит об этом. Первое Маковейска, 5,67. В то время пали в сражения священники, желавшие прославиться храбростью и безрассудные, вышедшие на войну. Священники погиблые. Освещают знамена, танки пошли и вышли безрассудно на войну и погибли. Священники. Это сегодняшнее время. Это сейчас. Считаешь выступление митрополита Николая Ярушевича. Никогда не догадаешься, если я закрою священник. Бейте немецких гадов, оккупантов. Никого не оставляйте в живых. Это чекист. Это коммунист. Это сальных тиранов. И его слова сейчас выпускают. Слово Божие говорит так. Они безрассудно, священники, вступили в сражение. Зачем это нужно им было? Первое Царь, 31,4. Обнажи твой меч и заколи меня им, чтобы не пришли эти необрезанные и не убили меня, и не издевались надо мною. Тогда Саул взял меч твой и пал на него. В буквальном смысле взял все меч, от меча погиб. Они хотели царя. И никогда такого поражения не терпели, как при царе. Полный разгром. И царское семейство, все пало, ничего нет. Ну, как будто в России это было. Ну, почему же нигде не учили-то так, что ничего нельзя сделать? У Бога это назначено. И всякое противление только усугубляет положение. И Иеремии Бог сказал, идите в плен. Ни один человек ему в Израиле не поверил. Ты что делаешь? Вот священники, все говорят, давайте на войну, давайте мобилизовать силу. А это ты что же, пораженческие сухи распускаешь? Ему не должно жить, решили все. Священники решили. Да так, заступился, ладно, уж брось его в грязь. Да эти три тысячи лет этим занимаются. Ну, а если по-другому? Да если и не по-другому, а как Слово Божие говорит. Марка 14, 48. Господь говорит, как будто на разбойника вышли вы с мечами и с колями, чтобы взять меня. И эти люди, которые вышли, они все были верующие, не считая воинов. Они знали, что Иисус мешает. И сколько арестовывали верующих. Сколько гнали в России, кто не так верит. Вот не так, как официальная церковь. Как будто ничему никогда не учились. Притом эти гонения, возьмите даже эти староверы, сколько они претерпели. У них епископ был, и они деревню в деревню его перевезти, чтобы они специально, большая, огромная, как корзина, они заваривали сеном, и он под ней там перевозили. Как за зайцами гонялись. А сейчас давайте объединяйтесь. С кем объединяйтесь? Никон начал реформу делать. И только один колоненский Павел, епископ, сказал, зачем русский народ так верил, так молился. Ты не согласен? Не согласен. Ну не согласен, молись ты как. И так не сказали, а что сделали? Взяли и сожгли его. Это решение Синода, тогдашнего. Сожгли его, и все. Ну а дальше пойдут Абаку, мы сожгут, и всех его последователей. Откровение 6.4. И вот конь рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. На этом коне как раз и ехали церковники. Все воины благословляли. И вот мне пишет Маститый Иерей, как называет его, старейший. Это вы что, против всего хода исторического идете? Да все святители благословляли воины. Но я одним словом говорю, взявший меч от меча погибнет, все понятно. И весь исторический ход неправильный был. Это все святители неправильно, это же не Сергий Радонежский. Все неправильно, вместе с Сергием Радонежским. Христос прав. А ты бы как поступил? Я не знаю, как бы я поступил, я пока говорю так. Там, может, перепугаюсь, я вообще умру, не дойду. Бог его знает. Про это как говорит? Откровение 13.10. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен, а кто мечом убивает. Тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. Я отсюда делаю вывод, что не было ни терпения, ни веры. Если брались за меч. Воевали с католиками, воевали. Воевали с татаро-монголами, воевали. А пришли только к худшему, и все хуже, и хуже, и хуже. Никакой свободы не было, ничего. И сегодня говорят, русские люди никогда не имели такой свободы, как татаро-монгольская ига. Оказывается, священники никакой дани не платили, особенно священникам привольно жилось. И никогда не было так тяготно, как при коммунистах. Вот пришли к этому моменту. А тысячи лет боролись, и наконец получили. Притча 25, 21, 22. Если голоден враг твой, накорми его хлебом. Если он жаждет, напой его водою. Ибо делая сию, ты собираешь горящий угли на голову его, и Господь воздаст тебе. Вот откуда это взято. Это в Ветхом Завете было. За тысячу лет до Рождества Христова. Но Израиль так поступал. Конечно нет. Написали, положили, книжка стоит на полочке. Римлянам 12, 19. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано, мне отмщение, я вас дам, говорит Господь. Когда нам предлагают такую картину, напали враги, что делать будет мне отмщение, я вас дам. Мы заслужили, мы должны принять. Проклят, кто меж Господи не удерживает от крови. Бог назначил, мы обязаны эту чашу выпить. Протом мне ее нельзя отвезти. 1 Питая 3.13. И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Почему отсюда не сходить? Что день и ночь надо людей получить делать добро, а враг придет. Ну пригласите этих врагов, накормите, напойте их. Написано. И пробудите их, сойте. Они вас в плен возьмут. Ну и в плен пойдем. Так они убьют. Ну пойдем, Господа, еще дальше, еще быстрее. Ну научайтесь рассуждать духовно. Матфея 5.44. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Никогда этого не было исполнено в государственном масштабе. Никогда. И программы такой не было. За независимость. Какая независимость? А вот земное отечество, это прообраз небесного. И как там ангела защищает небесу, так мы должны земное защищать. Это прообраз. Нигде этого не написано. Что земное отечество. Написано, что не от мира всего Господь говорит, царство мое, не от мира. И горе тем, кто любит мир, кто нет любви в отчестве. Совершенно противоположно. Кто любит вот здесь убивать и умирать за это дело, у него никакой любви к небесному отечеству нет. А церковь благословляла оружие, ну может быть и благословляла. А церковь воинов причисляет святым. Все можно делать. Но это будет и по слову Божию. Откровение 11.5. Если кто хочет их обидеть, то огонь выйдет из ус их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, кому надлежит быть убитым. Это про пророка Илью и Еноха. Вообще-то в идеале. Вот здорово было бы. Верующий, кто хочет обидеть, вдохнул на него, как Татьяна Святая-то. И все сгорело, нигде нет. Пошел себе дальше. В общем, на тебя нападает насильник. Опять вдохнул на них и лежат в головешке. Это вот мечта. И наконец это исполнится. Может быть Господь однажды даст такую власть людям. Кто хочет обидеть, кому надлежит быть убитым. Это вообще-то мечта всех людей. Когда трудные самообстоятельства. Так, вдохнул бы, чтобы судья там сгорел за своим столом. Ага, милиционер тебя обижает. Дохнул, чтобы он с машиной в копыть превратился. А Илья так и делал. 51 человек пришли арестовывать. Он, слово сказал, все головешки лежат. Еще 51, еще 50. Так они умеют бороться, то другое. Здесь ничего не поможет. И этому пророку Ильи, видимо, Бог еще продолжит эту силу. Там уже не по 50 будут умирать, а может по 1000. Первое коринфянам 7.15. Но они опять будут убиты снова. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. Я посмотрел, где к миру призывает Господь. И возможно ли. Хочет развестись и не надо бороться. Оказывается, вот откуда начинается. С семейной обстановки. Так а тогда, как же я? К миру призвал нас Господь. В любом разговоре везде к миру призвал нас Господь. Никакой войны не будет. Какие бы ни были враждебные люди, попытаются все-таки перейти на мирные рельсы. Я вот уже в конце жизни рассматриваю. Мне приходилось быть среди самых-самых отъявленных. И среди поножорщины. И везде Бог устанавливал мир. Как? Не могу понять. Просто помолился, и все как-то стало совершенно по-другому. И люди примиряются. Только доверясь Господу. 1 Коринфян 4.11 Даже до ныне мы терпим голод, и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся. И трудимся, работая своими руками. Злословят нас мы благословляем. Гонят нас мы терпим. Кто гонит? Еретики, коммунисты, фашисты. Разницы никакой нет. Мы терпим. Мы благословляем. Так нас завоюют. Завоюют. Но душу нашу не отвернут от Господа. Самое главное, Натаулс говорит, что ты на небесах записан. А все и остальное не имеет никакого значения. Это призрачная свобода. 1 Петра 2.21-23. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. И когда шли по следам Христа? Когда терпели? Ну, рабам, крестьянам, крепостным говорили, терпи, терпи, терпи. А потом в лоб забили в армию, пошел, служи, убивай, убивай. 1 Петра 3.9. И не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательством. Напротив, благословляйте. Знаю, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Награда благословения. И все. Так я в плен попаду. Благословен будешь в плену. А если ты будешь мстить, ты будешь дома, на свободе, но не благословен. Выбирай. 1 Петра 5.15. Смотрите же, чтобы кто кому не воздавал злом за зло. Но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Господь предупредил нас, что если мы возьмем меч, от меча погибнем. Приготовьте к этому своих детей. Священники благословляют, многие сегодня. Они освящают, мы видим литературальные газеты. Но это все кончится очень быстро. Что интересно, в Чечне, у них там воюют основные снайперы. Дано указание, даже если много офицеров и священников, в первую очередь поражают священника. Они самые ядовитые, самые страшные для боевиков. Прямо указание дано боевикам. В первую очередь, они служат священников. Вот как сумели показать себя. И чеченцам. Если в плен не брать их, почему? Потому что они всех людей обмануть и ведут. Это я прочитал не где-то, а в газете «Щит и Миш», в милицейской газете. Иезекииле 35,56. «Так как у тебя вечная вражда, и ты предавала сынов Израилю в руки мечу, во время несчастья их, во время окончательной гибели, за это живу я, говорит Господь Бог, сделаю тебя кровью. И кровь будет преследовать тебя, так как ты не ненавидела крови, то кровь и будет преследовать тебя. Нужно кровь ненавидеть, никогда не проливать. Никогда. Возможность есть связать, сзади это можно, но кровь никогда не проливай. Я тебе самое сделаю кровью. Ну, более кровью, в крови погрязшей, чем наша сторона, кажется, никогда и не было. Бытие 9,6. «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой человека, ибо человек создан по образу Божию». И Матфея 5,39. «А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обратит ему и другую». «Не протився злому, когда разбили врагов на врагов Отечества, врагов церковных и врагов своих. Своих надо любить, врагов церковных прощать, кротко обращать, а врагов Отечества поражать. В разок митрополитный и не канонизированный. Нигде в Писании этого нет. Писание говорит, воздавайте добром за зло, врага накормите и так учите детей и внуков, иначе будут у вас на руках похоронки». «Да сохранится от этого Господь. Аминь». «Аминь». «Воскресенье!»